Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, смотрите. Вы болезненно воспринимаете критику. И здесь, как мне кажется, есть либо идея того, что я должна делать все идеально, либо, что я боюсь того, что я буду плохой, недооценённый и что-то такое, да. Потому что, ну, естественно, если вы что-то публикуете, естественно, если вы что-то публикуете, то вам будет приходить, ну, как какая-то обратная связь, это, в принципе, нормально. То есть в этом нет ничего необычного, в том, что люди как-то реагируют. И зачастую, конечно, люди реагируют, ну, чаще негативно, чем позитивно, потому что, ну, позитивный человек, он, в принципе, лайк поставил, там, если можно, если есть такая функция, да, вот, поставил лайк, и, в принципе, этого достаточно человеку, только больше он, ну, не будет, там, особо ничего делать. То есть пишут в основном, к сожалению, те, кто настроен негативный, вот. Или у кого есть, как бы, ну, особенная точка зрения, вот. Это не всегда так, то есть я не говорю, что это прям панацея, да, то есть есть разные варианты, безусловно, есть разные моменты. Вот, иногда люди действительно, действительно, хотят и могут высказать какие-то, ну, позитивные моменты, вот, по отношению к тому, что, условно говоря, вы делаете, да, там, делать что-то и все. Вот, поэтому тут, как бы, момент такой, что это не панацея. Вот, но, как бы, если, вот, такой ключевой момент, да, если вы что-то выкладываете в интернет, да, если вы чем-то делитесь, если вы просто делаете, делаете что-то, условно говоря, на публику, вот, ну, просто, то совершенно, естественным образом на это будет какая-то реакция, и вы, получается, эту негативную реакцию не принимаете. То есть она вас, условно говоря, там, как-то задевает. И, вот, наверное, задача, ну, ваша задача, как мне кажется, понять, почему или чем вас это задевает, вот, конкретно. Да, может быть, это то, о чем я сказал, да, то есть есть какие-то подаврения, что с вами что-то не так, есть какие-то, ну, там, условно говоря, сомнения в себе, да, есть подаврения, что, образно говоря, какая-то я, ну, какая-то вы не такая, вот, и, соответственно, вот эта вот мнительность, это про борьбу, борьбу с тем, что, возможно, я, вот, как раз, какая-то не такая. Да, возможно, возможно, и нет, но, возможно, какая-то не такая. Либо, значит, у меня, наверное, все идеально, ну, это все-то разные варианты. В целом, мнительность, мнительность, то есть тревожность, это про угрозу вам. То есть это вот про угрозу для, точнее, не вам, а про угрозу для вас. То есть если у вас есть тревога, это означает, что в чем-то для... в чем-то для себя вы видите угрозу, в чем-то для себя вы видите агрессию, в чем-то для себя вы видите, ну, посягание, да, на, образно говоря, на вашу целостность, на вашу, на ваш, может быть, суверенитет, да, если, если можно так выразиться, если можно так сказать, вот. Вот, и, соответственно, этот человек, он имеет право высказывать свое мнение, да, условно говоря, вне зависимости от того, какое у него намерение. То есть вот именно вне зависимости от того, какой у человека намерение, он может высказывать свое мнение, потому что вы, там, условно говоря, что-то выразили, что-то высказали, вот, и, как бы, даже если у него злое намерение, даже если у него негативное намерение есть по отношению к вам, это мало что меняет. Для вас это мало что меняет, потому что, как бы, вас это, при прочих равных условиях, никак не волнует, но в вашем случае очевидно, что волнует. В вашем конкретном, конкретном случае очевидно, что это беспокоит вас. И действуем, чтобы разобраться с тем, как вас, посмотреть, это вызывает, да. Вот, тут мы подходим в какой-то степени к самому интересному, потому что в этот момент, когда вы пишете, пришел комментарий, не приняло меня совершенно, что со мной не так, а почему-то этот комментарий воспринялся напряжением и яростью. Да? То есть напряжение и ярость, это чувства. Это, ну, это ваши чувства. Влажно понять, что за ним стоит. Понимаете? Если вы полностью разделяете и согласны с этой, ну, со своей позицией относительно того, что, ну, не понравилось тебе, грубо говоря, сиди и молчи, то вам, наверное, постить ничего не стоит. Ну, потому что люди молчать не будут, особенно, если есть возможность что-то, что-то сказать. Вот. Другой вопрос, другое дело. Понимаете? Другое дело. Если, условно говоря, вы с этой позицией не согласны, если вас эта позиция истощает, если вам эта позиция не нравится, что-то сделать можно. в таком случае, что-то сделать можно. Вот. Можно там поработать с вами, да? Можно рассмотреть, какую конкретно проблему выявляют ваши ваша ярость, напряжение, да? Вот. За что идёт борьба, когда у вас идёт такая, такая, такая вот защитная реакция, грубо говоря, вот, что вы, условно, пытаетесь отстоять, да? То есть, вариантов достаточно много здесь именно вариантов. Вот. Важно, важнее, чтобы вы с этим разобрались. А? Вот. Важнее, что вы с этим разобрались, что вы это поисследовали, поисследовали, вот, вот, чтобы вы посмотрели на это, ну, вот, немножко, вот, с другой стороны, как бы, да? Немножко, немножко с другой стороны. Вот, с точки зрения психологии, что это значит. То есть, по сути, это значит, что вы болезненно реагируете на критику. Вот. Это страх критики, страх оценки, вот, что говорит, как бы, о некоторых ваших трудностях. Вот. и, как бы, при желании это можно и нужно корректировать, скорректировать при желании. Это можно и нужно. Вопрос в том, хотите, хотите ли вы этого? Хотите ли вы это корректировать? Если хотите, помочь вам можно и нужно. Если хотите. Вот. Ну, соответственно, если вы, там, со своей установкой согласны, да, то, в таком случае, ну, в таком, в таком, случае, мы, мы столкнемся, так или иначе, с, сопротивлением, с вашей стороны, вот. И, соответственно, с желанием, сохранить свою позицию, сохранить свою, свою, вот эту, вот, установку. Я не говорю, что, это однозначно плохо. Я говорю о том, что, как бы, ваша позиция, вот, насколько она, эта позиция, подходит, ну, тому, тому, что вы делаете, да, грубо говоря. Вот, в чем, суть, вопрос, в чем, суть, суть момент. Вот, то есть, значит, сама по себе, мнительность, проблема общая, она никак, никак не связана с тем, что, вы, значит, сидите на сайте там, женском и так далее, вот, с одной, с одной, с одной стороны, никак не связана, но, то есть, может быть связан, может быть связан, но, это, общая, такая, проблематика системная. вот, а, то есть, вы описываете, это частное, частное, частное проявление, вот, и с этим, с этим нужно работать, если, если у вас, есть, грубо говоря, такое желание, вот, и, если, если, у вас, а, такое желание, то, без проблем, вам можно, и, нужно, помочь, потому что, с вами вы не справитесь, вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, старайтесь немножко, вот, глубже, копать, за, напряжение, и, э, ярости, которым, вы, ну, которых, точнее, вы, пишите, старайтесь немножко, более, ну, более глубже, копать, старайтесь немножко, более глубже, исследовать, э, свою, реакцию, может быть, и, может быть, опять же, себя, да, чтобы, э, лучше, понимать, э, свои чувства, свои переживания, свои, эмоции, э, и, я очень надеюсь, что, э, ну, после того как, условно говоря, вы, э, подумаете, да, после того как вы переварите, то что сказал, вы дадите мне какую-то обратную связь, и, э, послушать с началом, э, психотерапии. Всего вам самого доброго, и удачи. 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 Продолжение следует...